Когда мы собрание сейчас закончится, что мы будем делать? Что-то друг другу желать, да? Что мы обычно желаем? Как обычно верующие говорят? Благословение тебе, всего тебе доброго, да? Что еще? Ну всего-всего нажелаем, правильно? Хорошо ли это? Хорошо. Откуда мы это взяли? Ну откуда мы это взяли? С детства воспитали, что ли? Ну нет, так Библия говорит. Хорошо, я вам подсказку дам. Число 6 глава, 23-26 стих. Вот это оттуда взято. Сейчас высветят. Число 6 глава, 23-26 стих. Открывайте Библию, не ленитесь, братья-сестры. И скажи Аарону и сынам его, Так благословляйте сынов Израилеву, говоря им, Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, Да презрит на тебя Господь светлым лицом твоим, Своим, и помилует тебя, Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аллилуйя. Хорошее благословение? Классно, нравится нам? Ну а теперь давайте к делу перейдем. Вот все, что на словах, оно хорошо. Все, что мы говорим, оно классно. А делаем ли мы так, как говорим? Я почему вышел сюда? Я готовил слово, брал с его Сыакова. И прихожу здесь, самый первый стих. Кто помнит был, кто молился? Вера без дела мертва. Сама по себе. Выведите, пожалуйста, этот стих. Мы с одним братом недавно размышляли так, Ну смеялись. Я ему звоню, И он мне начинает желать Хорошего, доброго, благословения там, Семье твоим детям. Я говорю, подожди, стоп. Мне твоя помощь нужна. Я его перебил, Не дал ему в мою жизнь дать благословение. Я говорю, слова ты говоришь хорошо. Мне твоя помощь нужна. Помоги мне, пожалуйста. Давай, а что нужно? И все, и мы там пошли с ним заниматься Два дня трудились. Понимаете, есть разница, Что мы говорим и что мы делаем. Если я говорю тебе, Я благословляю тебя, Я желаю тебе от Господа что-то, чего-то. То я должен откликнуться на твою нужду И на твою просьбу. Иаков очень серьезные вещи говорит. Это 2 глава, 14 стих. Что пользы? Братья мои, если кто говорит, Что он имеет веру, А дел не имеет, Может ли эта вера спасти его? Может ли сегодня твоя вера тебя спасти? Задаешь ты себе этот вопрос или нет? Спасен ты или не спасен? Я сейчас просто вот такие вещи скажу, Чтобы мы оставили, О каких делах не стоит их прилеплять, скажем так. Давайте оставим то, Что мы делаем нашей семье. Это наша обязанность. Муж, жена, дети. Кто-то говорит, я служу своей семье. Оставили сторонку пока. Кто-то может говорить, я служу на работе, Там проповедую, там что-то делаю. Это ты и так должен делать. Ведь так? Ты за это получаешь деньги, Зарплату. Что еще можно откинуть? Какие-то твои повседневные обязанности. А какие тогда остаются дела? Они у вас еще остались? Вера, братья мои и сестры, Это выражение моих дел. И равно наоборот. Что такое вера? Вера это осуществление ожидаемого И уверенность в чем? В невидимом. Выскажите этот стих, пожалуйста. Это евреям 11 глава. Евреям 11 глава. Чтобы проще было понять, Нужно прочитать. Вера же есть. Осуществление. Что такое осуществление? Это глагол. Что делать? Осуществляют. И существительная уверенность. Это две вещи. Есть то, что я осуществляю, То, что я делаю. А есть в чем я просто уверен. Я уверен, что я спасен? Аминь. Я уверен, что я спасен. Почему я в этом уверен? Потому что Иисус Христос Был заклан на Голгофском кресте, Распят был на нем за мои грехи. И я свои грехи исповедал Иисусу, Он меня простил, И поэтому я спасен. Это уверенность? Это уверенность. Почему? Да потому что Бог так сказал, Так Библия говорит. И я на этой уверенности живу. Но что теперь я должен делать? Я должен свою уверенность осуществлять. Как? Я должен что-то делать. Мои дела. Я вам не просто привел пример с разговором с нашим братом. Мы с ним разговаривали. Он говорит, может ли вера тебя спасти? Если дел нет, твоя вера тебя не спасет. И дальше такие стихи. Если брат или сестра ноги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, иди с миром, грейся, питайся, но не даст им потребного для тела, что пользы? От твоих слов что пользы, если ты физически реально ничем помочь не можешь? Не можешь, не хочешь, простите. Ты закрываешь свою жизнь для любого Божьего дела. Ты закрываешь себя от всего, что может быть полезно в Царстве Божьем. На словах мы друг друга благословляем, мы говорим добрые слова. Продолжайте это делать. Но когда в твою жизнь придет ответ и скажет, помоги мне, брат, или давай пойдем делать Божье дело вместе, вот тут проявится твоя вера и твои действия в этой вере. Он говорит, ну если ты видишь, говорит, дневной... А, говорит, давай, иди. Мне брат желает, желает. Я говорю, пошли со мной. А, ну нет, не могу. Он говорит, да давай. Оставил свою работу, зарплату. И мы начали с ним там определенные вещи делать. По служению. Братья и сестры, вера без дел, написано дальше, мертва. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Есть вера живая, а есть вера мертвая. И та, и та вера у человека есть. Он говорит, ты веришь в Бога? Верю. Ты молишься ему? Молюсь. А почему в собрании нету? Ну я так верю. Ну верь, продолжай. Только вера мертвая. Вера мертвая, братья и сестры. Это ужас какой-то. Когда ты анализируешь свою жизнь, а не мертва ли моя вера внутри меня? Знаете, как это легко проанализировать? Я испытываю сам себя. Такой лайфхак маленький. Способен ли я проповедовать Евангелие или нет? Буквально позавчера мы, я два дня езжу в одно и то же место, и по дороге женщина встретила нас. Ну там нужно было подвезти буквально там километр. Я сажусь и молча провез. А потом думаю, а что же я ей не сказал-то ничего, Евангелия никакое? Эх, ладно. На следующий день опять другая женщина на этом же месте. Я забыл про первую. И вторая садится, и я сам себя испытываю. Способен ли я Евангелие ей рассказать? И я начинаю проповедовать ей. И это короткое расстояние, она услышала благую весь свою жизнь. Я понимаю, значит, еще силы есть, не все потеряно. Значит, моя вера не мертвая. Значит, я способен сегодня еще являть Христа что-то делать. Или когда в мою жизнь меня просят о чем-то, говорят, брат, помоги, нужно потрудиться здесь и здесь. Не для семьи, не для зарплаты, не для доброго имени, а для дела Божьего. И какая моя внутренняя реакция? Я что-то потеряю. Господи, но для Тебя я буду делать. Я что-то в чем-то проиграю, но для Тебя я это сделаю. Я слышал такие вещи, когда говорят, мне в церкви нет развития. Вот я сделаю что-то, все, я дальше не вижу себя, как развиваться. И я начал размышлять над телом человека. Вот мы церковь, мы тело Христа, так? И в теле есть разные органы. И вы знаете, один орган, допустим, сердца, он предназначен лишь только для одной функции. Какой? Перегонять кровь по твоему телу. Все. Допустим, какую-то кожу, участок с какого-то организма тебя могут пересадить в другое место. Такие интересные операции есть, когда могут внутри тебя артерию взять, отрезать ее, перешить в другой артерии, изменить кровопотоки, еще что-то. Тоже там, ну, моменты. Одну почку могут удалить, легкое тебе отрезать, ты будешь функционировать. Но есть вещи, ну, представьте, а сердце говорит, слушай, ну, я устал кровь гонять. Все. Остановилось. Как так? Ты же сердце, ты же должен кровь-то гонять. Он говорит, нет, я хочу быть глазом. Это уже как бы другая проповедь. Я говорю о том, что нужно продолжать дело Божье. Писание очень четко говорит, ну, ты хочешь быть, наверное, там, лицом, чтобы тебя все видели или еще что-то. Он говорит, верный в малом над многим будет поставлен. Верный в малом. Чуть-чуть взять какую-то работу, какое-то дело, лавки двигать, пыль протирать, туалеты помыть, я не знаю. Хотя нет, туалеты помыть, это большое дело. Залыпались многие. Братья и сестры, вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Поймите одну простую вещь. Мы спасаемся не делами, мы спасены для дел. Это двойственная природа христианства. Спасаюсь я не делами, я спасен для дел. Дела, они на земле, они здесь. Вера, она в вечности. Написано, делами не оправдается никакая плоть. Где не оправдается? Пред Господом. Когда я предстану пред Богом, я туда войду, и там мои дела уже будут, ну, другая история. Они не нужны. Я туда войду лишь только с кровью Христа, которая меня омыла. Все. Этого достаточно, чтобы мне войти в небеса. Мне говорят, а как же разбойник на кресте? Он же никаких дел не сделал. Здрасте, приехали. Он как минимум заступился за Христа, как максимум он проповедовал Евангелие. Читали вы это? Даже разбойник, вися на кресте, что-то делал, не остался просто так там висеть. А мы сегодня находим кучу-кучу оправданий, чтобы только лишь не делать дело Божье. Я боюсь, мне страшно, я не могу, я не готов, я готов, я то, сё, ну. Да, пожалуйста, не делай. Твоя вера будет мертвая. Это не я говорю, это, говорит, Иаков. Это, говорит, Дух Божий. Ну, насколько нужно быть тяжелым человеком в том плане, чтобы ты понимал, что твоя вера мертвая, и ты с этим согласился. Да, моя вера мертвая. Я не могу вас каждого ткнуть, ну, сказать вам, а что ты делаешь, а где твоя вера. Дальше он говорит интересные вещи. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты не сможешь показать свою веру, если у тебя дел нет. Не сможешь. Представьте, Бог пришел к вам сегодня вечером и скажет, отчитайся передо мной, что ты делаешь? Что ты делаешь в этой жизни? Для чего ты живешь? Мы людям вопрос задаем неверующим на картонке надписью, для чего ты живешь? Мне, наверное, нужно сюда прийти с этой картонкой и вам спросить, братья и сестры, для чего вы живете? Для своего дела великого, которое вы себе придумали, чтобы в этой жизни сделать, мне нужно сделать какое-то дело, чтобы детям передать, внукам оставить, еще что-то. А Бог ли хочет, чтобы ты это дело делал? Или это ты себе вообразил, нафантазировал, что я должен это сделать при жизни? Обязательно. Чтобы моим дети, внукам о меня помнили. написано Ефесянам 2,10. Ибо мы, его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Какие добрые дела? Которые Бог предназначил нам исполнять. Никакие я себе хочу, никакие я себе фантазирую. Господи, что ты мне предназначил? Что ты хочешь, чтобы я делал? Я не всегда хочу делать то, что я делаю. Это факт. Я не всегда делаю дело Божье с каким-то таким азартом, но я понимаю, что этого требует Бог от меня, не я. И этого хочет, чтобы Бог, чтобы я делал. И мое внутреннее решение, хочу ли я этого делать, Господи, или нет. Ладно, не хочу, но буду делать. Почему? Потому что ты этого хочешь. Потому что Христос этого хочет. Потому что Он не хочет, чтобы наша вера оказалась мертвой. Ходячие мертвецы. Фильм такой был, помните? Плохой, наверное, фильм. И так вот люди, мы сегодня в церквях, я вижу, ходят. Ничего не делаем. Ну ладно, можем сказать, небеса знают, Бог знает, людям знать не важно. Если это так, тогда Евангелие Луки, Деяния апостолов и прочие книги были бы нам недоступны, если бы Лука не описывал события, которые делал Павел. Зачем тогда он их описывал? Зачем он перечислял чудеса и события, знамения, которые мы видим? Для того, чтобы нам сегодня, понимая эти вещи, мы бы сказали, да классно, я так же хочу. Я так же хочу что-то делать, как апостол Павел, как Петр. Хорошо, ладно, пусть будет, это апостолы. Сестричка есть одна драгоценная. Знаете, как ее зовут? Тавифа. Знаете, что произошло с ней? Удивительные события. Деяние, 9 глава. Сейчас открою. 9 глава, 36 стиха, по-моему. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милости. Ну классно? Среди нас много таких сестер. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли, положили в горницы. А как Лида была, Лида это город, была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Представьте, умирает сестра, которая делала рубашки, которая шила ткань, одежду. На то время это было дорогое удовольствие шить верхнюю одежду. И люди, которые выли вокруг нее, они не согласились с тем, что она умерла. Она говорит, нет, она нам живая нужна. Настолько она была вовлечена в дело Божие и в нужды своих братьев и сестер, что когда она умерла, они говорят, нет, так, Петр там, пошли за ним скорее. Нам нужен Петр здесь, чтобы он ее исцелил, поднял. Петр, встав, пошел с ними, ну, наверное, дела не было, я не знаю почему, но пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали, пред ним показали рубашки, платья, какие делала Серна, живя с ними. Серна, это она же, Тавифа. Ее даже, ну, ласково называли Серна. Это такая она. Это животное, как косуля такая, она быстрая, сильная. Бегала там по дому молитвы, наверное, рубашки шила, раздавала всем. Смотрит, рубашки нет, что-то еще там. Ну-ка, брат, давай. Вечером соткала, утром, может, рубаху ему дала. Петр выслал вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись в Теву, сказал, Тавифа, встань. И она открыла глаза свою и, увидев, Петра села. Он подал ей руку, поднял ее, призвал святых, и вдовице поставили ее пред ними живою. Аллилуйя. Почему Бог исцелил эту женщину, Тавифу? Да потому, что люди за нее заступились, она нужна им была. Ее дела, которые она делала в деле Божьем, наверное, могу фантазировать, ну, нужда была в одежде, в рубашках, ее руки золотые, нужны были там. И они не согласились с этим состоянием. Но я часто слышу, что вот, меня не заметили, меня не увидели, я никому не нужен. Ну, так ты начни что-то делать, пойдем. И пусть твои дела, они идут впереди тебя и свидетельствуют о славе Божьей. Чтобы когда с тобой что-то произошло, случится, ну, тут же какая-то реакция была в церкви. Братья, сестры, я не хочу на личности никому переходить, ни в коем случае. Я смотрю на каждого из вас, я знаю ваши дела, которые вы делаете. Правда, многих знаю. Либо делали раньше, либо сейчас делаете. Не знаю, что вы будете делать, но я говорю вам в будущее, хватит просто сидеть, хватит лениться. Себе это говорю. Нужно делать дело Божье. Нужно не согласиться с тем, что сегодня у нас есть одна церковь, мы недавно открыли в Азово, два миссионера на Кавказе, один в Казахстане, и все. Может быть, будем дальше смотреть. Господи, а что я еще могу сделать здесь при жизни, пока есть возможность? По силам, не по силам, да неважно. Господи, что я сделать могу? Омская область не достигнута Евангелием в принципе. Север Тара, Усть-Ишим, Ахонешниково. Там нету церквей. Где я не возьмуся? Ну, надо, брат, молиться. А может быть, надо пойти, взять Сашу Фурману, сказать, брат, дорогой, возьми меня с собой в деревню, я хочу проповедовать Евангелие. Я хочу трудиться для Тебя, Господи. Не знаю как, ну давай попробуем, научите меня, что мне делать. Или ты стесняешься подойти? Ну, подойди к Господу, Господь, сотрясай небеса, дай мне дело Твое, Которому я призван. Иногда пастор тоже может ошибиться, когда к нему человек подходит, говорит, дайте мне какое-то дело. Ну, здорово сказать желание, когда человек подходит, куда тебя направить? Но я как человек могу ошибиться, но Бог не ошибется. Если к чему Он тебя приготовил, Он там тебя и поставит. Если ты будешь сердцем, ты будешь сердцем кровь качать, будешь пальцем, будешь проповедовать Евангелие, указывать, будешь коленами, будешь молиться, я не знаю. Карман там, кошелек. Братья и сестры, пусть Бог нас благословит. Вот чтобы нам не оказаться пустыми словами просто. Я вспоминаю историю, у меня была на заводе, у нас сломался завод. Завод дорогой, европейский был. И говорят, в городе есть два специалиста, которые могут починить. Это реально так? В Омске только два человека могут его починить. Я думаю, ну интересно. Одного в городе не было, он куда-то там что-то с ним, не знаю, заболел. А второго мы не знали. И говорят, езжай, забирай его, привози на завод. Я говорю, ну хорошо. А он по телефону говорит, час моей работы стоит 25 тысяч. Вот это на секундочку, лет пять назад было. Я такой, круто? Видать, он такой, ну я машину посажу, у меня машина сама полетит, наверное. Ну, шучу, конечно. И я его забираю, привожу на завод, проходит час, проходит два, проходит три. Я думаю, вот денег заработает парень. В конце дня ему дают 500 рублей, говорит, на тебе парень на такси, пока мы тебя не побили здесь. Все его слова, все его, то, что он говорил, оказалось пустое. Он ничего не соображает в этом заводе. Он, ну какой-то, ну, он хороший человек, наверное, но все, что он говорил об этом заводе, он говорит, что я его знаю, оказалось ноль. Ему дали денег на такси обратно, чтобы он ехал домой отсюда. Потому что производство стоит там, ну, начальство деньги теряло мне в тот момент, потому что асфальт там не выпускали. И в итоге позвали того первого специалиста, где-то его, ну, подняли его, и он полчаса все сделал. Молча. Понимаете, о чем я говорю? Вот так вот и мы, мы можем наговорить кучу всего. Но, братья и сестры, мы за свои слова будем проверены. Бог скажет, пойдем, давай, хочу я тебя использовать, хочу я тебя взять. И моя ответная реакция, может не получиться, мы можем проиграть, мы можем сделать что-то неправильно, можем. Мы можем ошибиться, можем. Да лучше ошибиться, чем ничего не делать, ни не ошибаться. Как премудрый пескарь, помните такую историю, школя читали мы? Засел в свою нору и сидит, не высовывается. И так всю жизнь там и сгинул. Аминь. Слава Господу!